Как прекратить в России бизнес по продаже морских млекопитающих и запретить отлов китообразных для развлекательных целей? В студии радио «Лемма» разговор с Андреем Калачинским не всегда о политике. В гостях у журналиста. Его знаменитая коллега и писательница, известная не только в России и за рубежом, Лора Белоиван. Вот уже 12 лет она руководит центром реабилитации морских млекопитающих тюлень в посёлке Тавричанка. Лора Белоиван – журналист, писатель, художник. Впервые Лора Белоиван нашла тюленёнка, гуляя с собакой во Владивостоке. В городской квартире детёныша Ларги пришлось держать прямо в ванне. В 2007 году Лора Белоиван вместе с супругом создала в посёлке Тавричанка некоммерческий центр реабилитации морских млекопитающих тюлень. Кидая запрос на морских млекопитающих, как на экзотику, я не знаю, интересно ли их морские ежи в шоу-программах. Но всё, что шевелится, они с радостью покупают и принимают. В том числе, вот, казалось бы, тюлени. Они интересны в воде, но они совершенно не зрелищные, не на подиуме. Что там может быть по сравнению с теми же львами морскими или котиками, которые могут и так, и эдак, и на бекрине мячик подкинуть. Ну, тюлень тоже может крутить мячик на носу, невелика наука. Петицию о запрете на отлов китообразных в России для индустрии развлечений, которая размещена на федеральной интернет-платформе «Российская общественная инициатива», уже подписали 650 тысяч человек, рассказала Лора Белоиван. Коммерческое использование китообразных в прошлом году в России бьёт все исторические рекорды. В Охотском море только по официальным данным было выловлено 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. Я вижу некие исходные черты между дельфиньим бизнесом в Японии и бизнесом по отлову китообразных в России. Подсказку дал, собственно говоря, представитель ТИНРО, сам того не ведая, на общественных слушаниях 3 мая 2018 года, когда обсуждалось АДУ, это общедопустимый улов, где прозвучали впервые цифры, и то, что вообще АДУ рассчитано на косаток, и вот заявки будут поданы на квоты от четырёх фирм. Выловленные в 2018 году киты были сконцентрированы в центре передержки в бухте Средняя. Сегодня он больше известен как «китовая тюрьма». Лора Белаеван – одна из тех, кто побывал в Средней. Она лично увидела условия, в которых содержатся морские животные. Задача этой базы – это адаптация животных к неволе, которая предполагает ещё и раскорм, в том числе раскорм. Слово «раскорм» – это термин. Потому что животные, взятые из природы, не будут есть мёртвую рыбу. Тем более белушата, половина из них молочного вскармливания ещё, их отняли у самок, и их нужно научить есть рыбу. Рыбу дохлую причём. Морскому млекопитающему невозможно создать хороших условий в банке с водой, говорит Лора Белаеван. Любой бассейн, любой резервуар для них тесен. Они в природе шутя проплывают сотню километров. Просто чтобы поболтать со знакомыми. Общественная инициатива запретить добычу китообразных в учебных и культурно-просветительских целях предусматривает исключение китообразных из перечня видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов. Ещё один пункт – внесение запретов в федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов на рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях в отношении китов. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.